Приветствую вас, друзья, на канале Нулевой Пациент. Меня зовут Крыжиновский Петр. И сегодня мы с вами поговорим на очень особенную и сложную тему. Это будет очень важный выпуск Нулевого Пациента, так как мы его посвятим ответом на вопрос, в чем же все-таки заключается смысл жизни. Некоторое время назад я спросил у подписчиков и зрителей, на какую тему снять ролик, и многие указали именно на эту. Сегодня практически не будет философии, эзотерики и моего субъективного мнения, по данному вопросу. И лишь в конце, может быть, совсем немного оно проскочит. Сегодня будет суровая фактология и цифры, содержащие в себе ответ на вопрос, в чем же все-таки смысл жизни. Сразу предупрежу, что информация, которую вы услышите, очень важна. Она станет для каждого, включая меня самого, отличной шоковой терапией и отрезвляющим холодным душем. Начнем без раскачек, прыгаем с места в карьер. Те, кто новенький, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк под видео, поделитесь им, а еще обязательно жмите колокольчик. Впереди нас ждет много интересного. Ну что ж, приступим. Может возникнуть ложное впечатление, что в настоящее время лучше всего в вопросе смысла жизни разбираются различного рода мотивационные коучи, тренеры личностного роста, липовые гештальт-психологи и всякие гуру, такие как Ашо или Садхгуру. Назовем этих людей одним словом, инфо-цыгане, торговцы волшебными бобами. Так вот, я настолько их не люблю, что однажды решил встретиться с их целевой аудиторией и рассказать правду. Правду о том, как добиться успеха, найти себя, понять свое предназначение, как завоевать любую женщину или мужчину, если вы женщина. Одним словом, как сделать так, чтобы ваши желания на самом деле исполнялись. Даже самые невероятные. Я поступил совсем как один из тех инфо-цыган, о которых я упомянул ранее. С той разницей, что все мои рекомендации и советы опирались на глубокие знания психологии, биохимии, человеческого мозга и понимании взаимодействия биологии тела с окружающим миром. Это был очень особенный опыт для меня, потому что я... Сейчас будет очень точная аллегория. Будучи доктором-гастроэнтерологом, вошел в палату к пациентам с панкреатитом и прописал им от воспаления поджелудочной железы контрикал. А они на меня обиделись. Ведь ждали от меня, что я скажу, что нужно верить в себя. Исцеление наступит. Но я так не могу. Моя задача не лечить, а вылечить. Я не способен продавать волшебные бобы, а только действующий рабочий ответ, очень точный. Например, на вопрос о смысле жизни. Некоторые умники в комментариях писали, что смысла жизни нет, или что смысл жизни в самой жизни. После этого видео они тоже будут среди комментирующих. Увидите. Однако эти люди обманывают, как и инфо-цыгане, дающие размытые, пустые ответы, наполненные сомнительной философией. Окружающий тебя мир и истина, наполняющая каждую субатомную частицу, ткущую реальность, не могли оставить лично тебя без ответа. Это будет непросто. Но об этом надо рассказать обязательно. Слушайте. Если ты родился сегодня, и тебе повезет прожить до 100 лет, если каждый твой год будет высокосным, ты проживешь 36600 дней. Это первая шокирующая цифра, которую ты сегодня услышишь. Но мы только начали, мой друг. До 16 лет ты не можешь полноценно взаимодействовать с окружающим миром, водить машину, голосовать, официально работать и так далее. А значит, минус 5856 дней. Осталось 30804 дня. Ответь мне на вопрос, мой друг, когда ты планируешь выйти из игры? Работа, секс, хороший внешний вид, спорт. 80? Ну что ж, будем оптимистами. Пусть будет 80. Минус еще 7320 дней. И так будет только, если ты счастливчик, тебе сейчас 16, и ты проживешь 100 лет. Осталось 23484 дня. Правда жуть? На это даже смотреть больно. Ну а теперь вообще кошмар. Человек проводит треть своей жизни во сне. И так, минус 30%. Получается всего 16438 дней. Повторяю, это только в том случае, если тебе сейчас 16, и ты проживешь 100 лет. А подавляющее количество моих зрителей старше 16, некоторые, как и я, значительно. Внимание! 50% мужчин на просторах бывшего Советского Союза не доживают до 60 лет. И около 10-15% женщин. Далее, идем по статистике выше. До 80 лет доживает всего 37% женщин и 27% мужчин. Из 100 человек, посмотревших это видео, всего в среднем 33 человека заполучат эти 16438 дней активной жизни. И это я натянул 10 лет активности с 70 до 80. Я мало знаю 70-летних живчиков. А вы? 16 438 дней. Это, внимание, всего 530 месяцев. Мне очень давно не 16. И свою цифру даже вычитывать не хочу. Итак, друг мой, задаешься ли ты вопросом о смысле жизни или просто плывешь, как обожравшаяся свинья по течению, на все про все у тебя есть 16 438 дней. 16 438 дней, чтобы сказать матери или отцу, что ты любишь их. И главное сделать что-то, чтобы доказать это. Где-то в этих цифрах твои дети и то, как они выросли и стали счастливы. Где-то здесь твои первые свидания и потеря девственности. Самая лучшая картина, которую ты нарисовала и операция, благодаря которой ты спас человека. В этих днях твой диплом по самой любимой профессии, которой ты обучилась и гол, который ты забил в финале Лиги Чемпионов. А главное, где-то в эти дни ты был самым лучшим сыном или дочерью, отцом или братом, матерью или сестрой. Опорой всегда поддерживающей, умной, мудрой, глубокой, снисходительной и милосердной. Настоящим, добрым и чудесным человеком. Где-то в этих крохотных цифрах ты был счастлив и помогал быть счастливым другим. Ведь так. Ты ведь что-то делаешь, не сидишь на месте, используешь этот безумно драгоценный шанс, чтобы что-то создать, что-то изменить к лучшему. Ты большая умница, потому как сегодня этот шанс утратит 160 тысяч человек. Завтра их будет уже 320 тысяч человек. Всего за 100 дней его утратят 16 миллионов людей. Но мы с тобой не такие. Мы не тонем в отчаянии и жалости к себе. Мы боремся. Ведь если они борются, то мы просто обязаны, сжав зубы, несмотря ни на что, это делать. Всего 16 438 дней, чтобы пройти своим уникальным путем и что-то сделать. Но какой он? В чем же смысл жизни? Источник реальности, подаривший всем живым существам во Вселенной существование, не оставил тебя без ответа. Он очень легкий. Утро, весна, детство. День, лето, молодость. Вечер, осень, зрелость. Ночь, зима, старость. Ритм, в котором живет все живое миллионы лет. Этот ритм создает прекрасное. Планету Земля населяют 7 миллионов 500 тысяч биологических видов. И каждый из них подчиняется этому ритму. Цветению, созреванию, рождению плодов и сну. Лишь человек сопротивляется этому и человек несчастен. После Второй мировой войны немцы стали в 280 раз богаче и в сотни раз несчастней. Почему? Потому что они противятся смыслу, заложенному во всем живом. Сиротонин, счастье и мотивация. Тестостерон, сексуальное возбуждение. Акситоцин, глубокая трепетная любовь ко всему живому. Норадреналин, агрессия и так далее. Пойми, ты это не только метафизика, твоя душа, сознание и прочее. Ты это еще и физика и то, что она говорит тебе. Она утверждает, что ты не найдешь ответ на вопрос о смысле жизни без всего вышеперечисленного. Потому что ты будешь несчастен. И никакой жлоб тренер личностного роста или фальшивый гуру тебе не поможет. Насколько все о том, что я говорил, важно о внутренней биохимии. Внимание! Пониженный уровень серотонина напрямую коррелируется с желанием покончить с собой. Клиническая депрессия это 50% попыток суицида среди больных. Так что у многих не депрессия. А не просто ленивые, себя любивые, пустые, бездельники. Твой организм наполнен невероятными молекулярными соединениями, которые могут сделать каждую прожитую тобой секундой фантастической. Вот как, например, выглядит формула любви. Я не отбираю чувства и эмоции некого духовного мистического свойства. Нет, ведь импульс твоего разума изначален. Именно твой разум, а не мозг, дает всему первоначальный импульс. Если все это есть внутри тебя, то ты просто обязан со всем этим жить. Обязан все это испытывать. Это часть смысла. Пойми, ты и твой организм это прежде всего функция. Яичники и семенные железы это функция. Женские и мужские половые органы это не классный девайс, подаренный тебе лично для получения удовольствия. Это лишь функция. Реальность знала, что если тебе не дать оргазм, ты никогда не будешь размножаться. Секс и оргазм – побочный эффект размножения, а не размножение – побочный эффект такой классной штучки, как секс. И 7 миллионов 500 тысяч биологических организмов знают об этом. И лишь один вид человек мучается в поисках смысла жизни. Некоторые виды даже готовы заплатить собственной жизнью для того, чтобы дать потомство. И лишь один вид человек мучается поиском смысла жизни. Хотя каждая эмоция, сроки и ориентиры, по которым нужно идти, всюду вокруг тебя и внутри тебя. Если твое тело не выполняет каких-то функций, чего-то не вырабатывает, это аномалия и болезнь. Этот человек инвалид. Нет гормона роста – лилипуд. Нет тестостерона – импотент. Нет инсулина – диабетик. Именно поэтому, если в вас нет окситоцина, серотонина, вы будете всегда несчастными и задаваться вопросами о смысле жизни. Ребята, да что вы все время ищете? Кто вас так запутал? Все ведь перед вами. Вас много лет обманывают, вам желают плохого, вам срут в голову ненужным, пустым, лживым. Но скоро этому придет конец, и эта тема совсем другой истории. У меня есть друг, его зовут Дима. Дима – гей. Он вечно в депрессии, и у него на запястьях видны шрамы от попыток покончить с собой. И все это, несмотря на большое количество сексуальных партнеров, большую зарплату и вечные гулянки. Он не глупый и образованный. Однажды я набрался смелости и откровенно сказал, «Ты понимаешь, что недополучаешь огромного количества органических соединений и гормонов, из-за того, что у тебя нет отношений с женщиной. Некоторые вещи и обмен просто технически невозможны между одним полом. И это влияет на настроение, мировоззрение и жизнь. Вы заметили, что среди наркоманов практически нет самоубийц? Это потому, что химия и биохимия рулят. Дайте самоубийце Сибазон перед прыжком с крыши, и он передумает. Правильно подберите лекарство, и спустя месяц он будет трезвом, мыслящим и мотивированным человеком. Итак, вернемся к Диме. Дима мне сказал, что все он понимает, но он такой. Я ответил на это, что ты имеешь право быть кем хочешь, но и ответственность тебе нести, в том числе и негативную, за принятые тобой решения. Незнание закона не освобождает от ответственности. Это касается и законов мироздания, и человеческой генетики. Идите вслед за ритмом, по которому живет реальность и природа. Слушайте и помогайте своему организму и его функциям, и вы будете счастливы. В этом смысл жизни. Выжмите, как из сочного спелого фрукта, в каждый отрезок своей жизни максимум самого чудесного. Пойдете против правил, установленных жизнью, природой, эволюцией и источником, будете несчастными, депрессивными, вечно ищущими смысл, который лежит всегда перед вами. Мой самый близкий друг, моя сверстница, болеет страшной болезнью ревматоидным артритом. Один из ее суставов уже уничтожен полностью. Ее собственный иммунитет атакует организм, и она вынуждена, вдумайтесь только, принимать жуткие токсичные препараты, понижающие иммунитет. Она не видит, как я смотрю ей вслед. Мой взгляд полон печали, потому что в моменты обострения она ходит, как сделанный из дерева неуклюжий человечек. Но она сражается. А у вас есть такая болезнь? И у меня нет. Понимаю, что у каждого из нас куча проблем, и может быть еще что-то похлеще, но мы живы. Ручки и ножки работают, так давайте же используем каждую секунду из этого невероятного дара в 16 тысяч, 10, 8, 5, чтобы помочь реальности танцевать в одном невероятно прекрасном ритме и созидать прекрасное. С этим все, в отличие от нас, справляются прекрасно. Это и есть единственный правильный смысл жизни. Природный, созидающий ритм. У каждого свой путь к счастью. Это тема отдельного ролика, как его найти в себе. Но воздух, жизнь и функции организма, как и реакция на все, одни и те же. И мы должны подчиниться им. Смысл заложен внутри тебя и снаружи. Подчинись ему, и будет тебе долгожданное счастье. О субъективности миропонимания, господа умники, а такие точно будут, расскажите друг другу. У меня на это нет времени. Мне надо использовать каждый новый день, чтобы помочь тем, кого я люблю. Философию и вашу вечную раздраженность моими танцами, жестикуляциями, неправильными ударениями оставьте себе. Мне правда на это наплевать. Думающих и желающих найти ответы хороших людей больше. Друзья, зрители, подписчики. Если вы только захотите, если только поверите и попросите, я обо всем расскажу. Есть способ, чтобы в твоей жизни происходили чудеса и исполнялись желания. Можно найти свой личный путь и к успеху, и к счастью, и возможность познать метафизическое. Такая возможность действительно существует. И если вы захотите, я все расскажу. Напишите об этом в комментариях или где-то в постах в сообществе, и мы найдем ответы на все вопросы. В заключении, и это важно, скажу следующее. Мне в жизни довелось по-настоящему любить, и это было прекрасно. Я верю, что в будущем мне еще предстоит испытать это чувство, знаю, что еще более сильное. Я очень люблю свою маму, сестру и племянницу, друзей и вообще людей. Хотя могу и послать какого-то неадеквата в комментариях. Такое время от времени случается. Я постоянно испытываю такое чувство, как любовь. Оно живет во мне беспрерывно. Оно ведет меня. Испытывая его, у меня не возникает вопроса, в чем смысл жизни. У меня есть стопроцентный ответ на него. Я живу и тружусь, чтобы тем, кого я люблю, и не только было хорошо. И это офигенно. Тяжело иногда. Но я благодарен реальности, что все так. Но не думайте, я не прям суперальтруист. Немного времени оставляю и себе. Канал Нулевой Пациент называется так, потому что в медицине нулевым пациентом называют человека, с которого начинается эпидемия. Я мечтаю, может и не выйдет, чтоб с нас, с вами, она наконец началась. Эпидемия перемен к лучшему в каждом из нас. Я начну с себя. Ведь практически все, что я вам только что сказал выше, про цифры, про то, что нужно делать, я сказал и себе. У нас у всех куча проблем. Жизнь стала титанически тяжелой. Сейчас для многих смысл жизни выжить, и это нормально. Поэтому и существует канал Нулевой Пациент. В этом мире много горя, и я буду с этим бороться. И вы сможете мне в этом помочь, если захотите. Вы наверняка заметили, что на моих видео отключена монетизация, я не прошу делать донаты, нет рекламных интеграций, потому что в них сейчас нет смысла. Тех денег, которые я зарабатываю вне канала, пока значительно больше, я могу время от времени их тратить на благотворительность. Да, благотворительность, друзья мои. Вот вам мой секрет и моя религия. Мой личный смысл жизни. Однако, когда нас будет 30, 50, 100 тысяч, я включу монетизацию. Буду делать рекламные интеграции, и кто захочет, сможет донатить. И вот в конце месяца все будет суммироваться, и мы с вами будем спасать человеческие жизни. Больных детей или нищих стариков. Это буду делать не я. Это будем делать мы. Кто хочет, донатит. Супер. Посмотрел с монетизацией? Супер. Посмотрел видео и поделился? Чудесно. Все. Уже сделал хорошее дело. Друзья, спасибо, что откликнулись на опрос по поводу, о чем делать ролики. Больше всего набрал в опросе ответы номер 1 и номер 10. Но и про остальные я, конечно же, не забуду и буду делать на эти темы ролики. А в остальном, ну что ж, получите, распишитесь. В следующем ролике о адринохроме, сатанинских жертвоприношениях, детей, мировом тайном заговоре, элит, иллюминатах и так далее. Вас ждет невероятное разоблачение с мегапруфами и инсайдерской информацией. Буду торопиться, простите, что иногда, задерживая выпуски, я обещаю, что ускорить. Обещаю честно ускорить в ближайшее время. Сейчас просто делаю 5 проектов одновременно. Очень вас люблю и уважаю. Вы были на канале Нулевой Пациент. Кто не подписался, тот редиско. Подпишитесь, пожалуйста, сделайте хорошее дело. С вами был Крыжановский Петр. И помните, грядут перемены. И если вы захотите, они будут к лучшему. Я желаю вам любви. До скорой встречи.